Приветствую, друзья! С наступающим вас 9 маем! Да, с днём победы, с наступающим! Всех поздравляю! Знаменательный день! Я надеюсь, что всё будет хорошо, и все будут здоровы, счастливы, и в жизни своей будут лучше управлять своей судьбой. Да-да-да, сейчас будут такие большие возможности появляться. Это не совсем то, что вы подумали. Конечно, конечно, нет. Я потом вам скажу, о чём речь идёт. Но сейчас послушайте меня внимательно. Когда человек учится ездить на автомобиле, или на мотоцикле, или учится писать, вот он, сталкиваясь с новизной, у него есть напряжение. Он мобилизуется, и у него включается адреналин. Ну, иногда он очень зажат, бывает, когда учится, очень зажат. Да. А вот когда он уже много раз повторял, как писать букву А, или как нажимать там на кнопки, он потом это делает на автомате. И пишет на автомате. То есть он из энергозатратного режима при встрече с новизной, при обучении и тренировке, перешёл в менее затратный режим. Когда энергии мало тратится, он делает на автомате. То есть автоматизм – это снижение энергозатрат. При выработке навыков. А вот смотрите теперь, внимательнее. Вот есть такой приём ключа. Палец Хаджи Мурада. Я, например, пытаюсь представить себе мысленно, образно, что мой палец на автомате пойдёт. То есть уже в режиме, когда автоматизм с наименьшими энергозатратами. Но я же первый раз, допустим, первый раз, да, и мне трудно представить, что он пойдёт на автомате. То есть я и так, и так, и так пробую найти положение. Пока я искал положение, я немножко отвлёкся, сосредоточился, сделал взгляд немножко рассеянный, задумался, нашёл образ, представил, и палец пошёл на автомате. Вот этот момент, когда палец пошёл на автомате, палец Хаджи Мурада, это у меня в книге «Защита от стресса» ещё в 96-м году был. Вот этот палец Хаджи Мурада, представляете себе, что я, как только у меня пошёл палец на автомате, то есть когда я пытался механическое движение, которое я могу делать, вот, перевести в автоматическое, у меня произошёл некий переход вообще состояния моего. Да, вот этот скачок, ну, называется квантовый переход, там, или более правильно по механизму музыка, треерный переход. Вы представляете, что, когда человек пытается автоматизировать какое-то любое движение, вывести его на автоматизм. Ну, например, когда он плывёт, нашёл ритм, ритм нашёл, и у него на автомате, и он может плыть и плыть, или в бег вошёл, и теперь на автомате. Вот этот момент перехода из обычного режима, ну, вот такой обычный состояние, в автоматизм происходит переход, и когда бегун бежит и вошёл в ритм бега, у него голова освобождается, потому что, ещё раз повторюсь, это важный момент, и на заводе тоже, на любом, когда какую-то операцию передаёт на исполнение автоматом, голову у инженеров освобождаются для более высоких задач. Здесь то же самое, когда происходит автоматизация начатого действия, то ли в беге, то ли на барабане вы играете, и вы вошли в такой раш, и там стучите, стучите, и у вас происходит освобождение. Я хочу, чтобы вы на это обратили внимание, что переход из одного состояния в другой качественный может происходить за счёт действия, которые вы автоматизируете, либо путём повторяемого действия, либо какое-то любое действие, пытаетесь найти действие, чтобы это было на рефлексе. То есть рефлекс – это автоматическая реакция с участием нервной системы. То есть вы задумали, что палец пойдёт, и в ответ на это образное представление – рефлекс. Так вот здесь происходит переход. Я вам объясняю психофизиологию работы мозга. Я объясняю механизм перехода из обычного состояния в такое вот состояние раскрепощения, освобождения, выхода на состояние такой безмятежности, такого приятного ощущения, когда вы раскрепощаетесь, и вам хочется и говорить, может быть, а может быть, петь хочется. Ну, такой вы освобождаетесь. Вот ради этого раскрепощения некоторые люди теперь, ну, и раньше пиво пили, вино пили, вообще наркотики все для этого существуют, чтобы раскрепоститься, чтобы включить вот эти вот, то, что в организме и так есть, эндорфиноподобные вещества там. Но беда в том, что когда наркотики – это же тупик. Когда водку пьёшь – это тоже тупик, потому что тогда выключается внутренняя фабрика производства этих эндорфинов. То есть, в начале у тебя было адреналиновое состояние, ты готов ко всему, ты напрягаешься, особенно при встрече сном, особенно при обучении, а потом, когда ты много раз повторяешь, у тебя происходит раскрепощение, ты делаешь на автомате, да, и у тебя включается вот это ощущение, а эндорфин, кстати говоря, базовая основа хорошего настроения. Базовая основа – чувство радости, обезболивание, обезболивание. Ну, поэтому, поэтому человек при стрессе там выпивал и так далее, да. И вот я вам хочу сказать, это очень важно, потому что здесь задействуется не только сознание, подсознание, рефлексы. И здесь впервые я сформулировал, и давно в своих книжках сформулировал психофизиологический момент важный – управляемый рефлекс. Да, со мной раньше спорили, разве рефлексы бывают управляемые? Да, конечно, бывает. Если мы берём, ну, это новое слово, это я сказал, если мы берём автоматическую ответную реакцию организма при посредстве нервной системы, которую называют рефлексом, в данном случае сознательно вызываем этот автоматический, или этот автоматический, идиомоторный, так это и есть управляемая рефлексия. Оказывается, это сбрасывает лишнее напряжение, даёт выход на это состояние. Адреналин меняется эндорфином, идёт раскрепощение, и то, что ты не мог раньше сделать, теперь ты можешь сделать. Вот это интересно. И вот я с Романом вчера, с Газенко, сидел, и мы с ним беседовали, и скоро у нас будет вебинар, и на этом вебинаре Роман поможет сформулировать корневые, смысловые основы некоторых слов, которые, когда мы разговариваем, люди, да, не только вот в Москве, не только там в Дагестане или в Грузии, но неважно, где, когда мы пользуемся русским языком, мы иногда говорим эти слова как бы для нас самоочевидные, а на самом деле люди их понимают по-разному. И поэтому часто бывают и скандалы, и ссоры, и всякие недопонимания, и между начальником и подчинённым, и между мужем и женой, и между родителями и детьми, и так далее. Я почему об этом столько говорю, потому что Роман поможет нам, как психолингвист, в очень важных словах, которые часто употребляются и касаются, ключевых моментов понимания и общения, и личных отношений, и так далее. Да, я в прошлом ролике вместе с ним тоже говорили. И ещё вместе с ним будем говорить кое о чём, о будущем вебинаре. Просто дело в том, что поскольку вот это состояние раскрепощения связано с гормональным обменом, то это психологический момент, он сопровождается психофизиологическим и физиологическим. Это же обменные процессы меняются, это же ключ, ключ. Вообще для того, чтобы менять состояние всего организма в целом, в целом. И поскольку мы так этот вебинар планируем как бы управлять судьбой, то роман здесь поможет нам разобраться в словах, потому что сознание, подсознание, организм, нервная система, всё это взаимосвязано в целостность. И если нету этой целостности, а целостность как бы в переводе здоровье, то роман нам поможет, будучи психолингвистом, поможет нам всем быть здоровьем. А здоровье – это вообще, где соображаешь лучше и всё делаешь лучше. Ну да. И лучше понимаешь, как тебе жить. И действительно начинаешь управлять своей судьбой. А раньше была пословица. Знаете, какая? Судьба играет человеком, а человек играет на трубе. А теперь мы будем, знаете как, сами играть судьбой. Да. Можем быть сценариями в своей собственной жизни. Об этом мы на вебинаре и поговорим. И дадим, дадим ключевые техники и понимание. И чтобы мы друг друга всегда понимали. Не только мы с вами. А вообще, чтобы люди понимали друг друга. Да. До встречи.